Здравствуйте! Вчера мы вернулись нашей группой из экспедиции, которую мы провели в горах Кавказа, в районе поселка Мизмай Гуамского ущелья. Что мы хотели увидеть в этой экспедиции? А мы хотели установить датировку катастрофы, произошедшей в Причерноморье, по эндемикам. Эндемики – это растения, которые остались в горах Кавказа по официальной версии науки с времен ледникового периода. Мы прошли много километров по Кавказским горам в районе поселка Мизмай. И что же мы увидели? А увидели мы там гибель самшитовых рощ. И почему же она произошла? А произошла она опять по халатности людей. В 2014 году кто-то очень умный, видимо, в районе Сочи высадил чуждые местные флоры и фауни, вроде бы как самшиты, но не местные, и занес туда бабочку. В результате по всем Кавказским горам погибли самшитовые деревья. Но съемка погибших самшитов не была нашей целью. А нашей целью было все-таки установление датировки катастрофы в Причерноморье. По возрасту этих эндемиков мы попытаемся с вами установить время потопа, произошедшего в этих местах. Но все по порядку. В предгорьях Кавказа издревле произрастают тисосомшитовые деревья, образуя целые рощи. Они официальной наукой относятся к так называемым видам палеоэндемиков, то есть представителями древних видов растений, сохранившихся до наших дней благодаря изолированности их мест обитания. В научном обиходе кавказские эндемики – это представители флоры и фауны якобы до ледниковой эпохи, которая продолжалась несколько тысяч лет и закончилась около 7-10 тысяч лет назад. Но это по разным источникам. Яркие представители флоры – это тисы и самшиты, а фауны – кавказские зубры и некоторые виды птиц. Все они пережили ледниковый период и сохранились до наших дней, обладая несвойственными современной флоре и фауне качествами. Но опять я хочу заметить, что это по официальной версии. Растения, пережившие ледниковый период и оставшиеся в нашей флоре и фауне, но с другими качествами. Мое же предположение отличается от версии официальной науки. Представлю вам свои доводы на примере колхидского самшита – цветкового растения вида самшит. Его свойства сильно отличаются от современных видов растений. Он не усваивает воду через корневую систему, а пьет через листья, которые вечно зеленые, независимо от времени года. Поэтому на сегодняшний момент самшиты произрастают только во влажных долинах горных рек. На среде самшит не имеет выраженных годовых колец. Растет он до высоты 10 метров аж за 500 лет. Но как мы видим, на срезе срубленного самшита есть несколько концентрических окружностей, отдаленно напоминающих годовые кольца современных деревьев. Напомню, что годовые кольца деревьев образуются только от смены зимы и лета. Так вот, колхидский самшит на Кавказе имеет название «железного дерева». И издревле используется для изготовления различных поделок, так как имеет плотность и сходство со слоновой костью. Так вот, в археологических раскопках находят изделия из самшита совершенно без каких-либо колец. И только последние 500 лет, ровно столько, сколько возраст колхидского самшита в районах Лаганак, как раз те горы, в которых мы и были, на срезе этих деревьев наблюдаются концентрические окружности. Но по их количеству совершенно не совпадаемые с их возрастом. Но их возраст 500 лет, как утверждает официальная наука. Их высота 7-8 метров, не 10. У 10-метровых самшитов возраст 500 лет. А вот этим самшитам как раз 300-350 лет. Скорее всего, концентрические кольца, напоминающие на срезе, годовые, только в очень суровые зимы. А деревья рядом, дубы, сосны, буки, так каждый год и оставляли свои годовые кольца. У меня вывод только один. Колхидские самшиты появились как вид в период, когда планета не имела наклона своей оси вращения к плоскости эклиптики. То есть не было смен зимы и лета. И эти растения, соответственно, не приспособлены к смене времен года. Поэтому, когда эти времена года вдруг появились, растения колхидские самшиты смогли выжить только в местностях Кавказа, где был микроклимат, близкий к прошлому. Ну вот, вы видите последний из самшитов. После эпидемии так называемой огневки, которую принесли нам веселые немцы с итальянцами, купив в Китае деревья для Сочи парка, в лесах Кавказа погиб весь самшит. Это эндемик. Растение, которое не имеет годовых колец. Скорее всего, генетически заложено в нем отсутствие зимы и лета. Очень твердая древесина. Дерево уже погибшее. Куст уже погибший. А вон их сколько дальше. Эндемик, по официальной версии науки, это растение, оставшееся с времен до ледникового периода. Но, скорее всего, по нашей реконструкции, это растение, оставшееся с допотопного века. А потопный век у нас 17-й или 18-й. Вот это растение, которое вечно было зеленое, не имело годовых колец. В нем не было заложено изменения зимы и лета на планете. А это как раз расщелины долины горных рек. Там образуется микроклимат. Пример, Гуамское ущелье, которое очень глубокое, плохо вентилируемое. И так как по нему течет река, очень влажная. Я думаю, вы все знаете, как выглядят горные кавказские реки. Они все протекают в лощинах гор. Вопрос, когда же произошла эта катастрофа, приведшая к наклону оси планеты и появлении зимы и лета? На этот вопрос ответит опять самшит. Как я уже говорил, исследуемому нами самшиту 7-8 метровой высоты примерно 300-350 лет. Вот и посчитаем. Эта догадка полностью стыкуется с нашей версией потопа 17-18 веков, который пронесся по Причерноморью в Сирии цунами несколько сот метров высотой и ворвавшись в долины Кавказских гор, снес всю лесную растительность, оставив случайно уцелевшие единичные деревья. После катастрофы самшит первый начал произрастать среди уцелевших единичных деревьев, так как он впитывает влагу через листья, а не корни, и растет на голых скалах. Видимо, потоками серии цунами была содрана вся плодородная почва с гор. И вот самшит первый и начал там произрастать, видимо, из заброшенных ранее семян. Ну, конечно же, семена были естественным путем, попали в скальные породы. Так как обмен там происходил. И самшиты первые начали произрастать в тех местах, где они смогли просто прорасти в этих скалах. А это были как раз-таки долины с микроклиматом. Где-то он, конечно, мог прорасти и на верхушках, где-то он, конечно, мог прорасти и в других местах, но выжить он нам, конечно же, не смог. Так как уже было холодно и тепло. То же самое происходило и с многими другими видами кавказских эндемиков, цветов, травянистых растений, в программу которых смена зимы и лета была не заложена. Как я уже говорил, что плодородный слой в местах гор, где прошла вода, волна, был сорван. Единичные деревья, выжившие при этом потопе, скорее всего, тоже погибли и вымерзли. Но семена дубов, буков как-то смогли приняться. Не в большом количестве, но принялись. И вместе с самшитами мы сейчас видим отдельно стоящие дубы и буки примерно такого же возраста, как сами самшиты. 350-400 лет. А вот все остальные деревья ярко от них отличаются своим возрастом 200 либо 150 лет. Они появились только тогда, когда образовался какой-то плодородный слой в Кавказских горах. Их семена смогли попасть в этот плодородный слой, в нем прорасти, а потом только укрепиться за скальные породы своими корнями. Потому, скорее всего, несколько столетий до массового залесивания этих мест в Кавказских горах росли только самшиты и отдельно стоящие дубы и буки. А вот куда волна цунами не дошла по своей высоте, а это высота от половины высоты гор до их верхушки. А вот куда волна цунами не дошла по своей высоте, а это высота от половины высоты гор до их верхушки, до волны росли опять же тисы и самшиты. И с появлением зимы и лета, не имея микроклимата, они просто там вымерзли. Потому, мы сейчас на этих высотах видим те же самые деревья, которые растут и внизу. Я думаю, я доходчиво объяснил датировку катастрофы в Причерноморье, в Кавказских горах, по вот этим вот тисосамшитовым эндемикам. И их возраст 350-400 лет и показывает ту катастрофу, потоп серии цунами, произошедший в этих местах в конце 17-го, либо в начале 18-го века. Напомню, что произошло с самшитами Кавказа буквально недавно. При строительстве магистрали до Красной Поляны было вырублено 23 гектара самшита, находящегося в предгорьях в районе Сочи. Но, как обычно, строившие должны были компенсировать нанесенный природе ущерб. И вместо того, чтобы посадить местные деревья, с других мест взять этот самшит местные, вдруг кто-то решил завести совершенно другие шаровидные, вечно зеленые самшиты из Италии, из итальянского питомника. Их завезли в 2012 году. Когда же эти самшиты привезли? Конечно же, фитосанитарный контроль, делая исследование этого посадочного материала, обнаружил в нем личинки самшитовой бабочки-огневки китайской, которая до этого распространилась в Европе из Китая, прямо за несколько лет. И вынес рекомендацию все эти саженцы сжечь. Но, как обычно, саженцы не сожгли. Их обработали пестицидом и высадили. То есть, кто-то из чиновников не выполнил прямого указания, чиновников же из фитосанитарного контроля. Вот тот чиновник, кто это сделал, и виноват в невыполнении предписания государственного органа. Но, может быть, это был не чиновник. Это все-таки высадки делали подрядчики. Хотя, за какие деньги закупались эти саженцы, пока не ясно. Может быть, их закупили не за госденьги, а действительно за частные, за деньги того же подрядчика. Но это не имеет никакого значения. Нормы, требования фитосанитарного надзора были проигнорированы. Когда высадили эти самшиты, бабочки вылупились из личинок. Огневками, кстати, эти бабочки китайские называются не зря. Даже их личинки обжигают. И у них нету в местной фауне естественных врагов. Птицы их не едят обжигающих. Разумеется, бабочки тут же начали плодиться и давать в 4 раза больше приплода, чем в условиях Китая, откуда они прибыли. Опять же, без естественных врагов. Что эти бабочки делают? Они съедают вот эти вечно зеленые самшитовые листики, через которых самшит усваивает влагу. Мы уже говорили, что самшиты влагу усваивают не из корневой системы, а из этих листиков своих. Что произошло с самшитами дальше, понятно, они просто засохли. И как мы с вами видим на этих фотографиях, и видя по всему Кавказу, самшиты полностью погибли. Они просто высохли, когда бабочка съела их листики. А дальше эта бабочка перекинулась даже за пределы Российской Федерации. Она поела все самшиты в Грузии, в предгорьях Азербайджана, в общем, по всему Кавказу. Вы представляете, какой экологический ущерб был нанесен флоре и фауне Кавказских гор. Как я ранее говорил, чтобы самшит достиг 10-метровой высоты, ему нужно 500 лет. Так что, теперь даже наши правнуки не увидят этих самшитов, заново выращенных, которые видели мы. Кстати, эта бабочка самшитовая огневка на сегодняшний день так и не внесена в карантинные списки. Опять диверсия или халатность? Конечно же, эта бабочка вымрет позже, когда ей нечем будет питаться. Она съест все листья у самшитов и умрет с голоду. Но об этом опять никто не знает. Вдруг она переключится на другие. Умышленно все это было сделано или по халатности? Здесь говорить трудно. Пусть у каждого на этот счет будет свое мнение. Мне кажется, что все-таки по халатности. Но последствия этой халатности налицо. Вопрос один. Можно ли будет теперь все это восстановить из генетического материала, если он еще у кого-то остался? В общем, через 300-400 лет в Гуамском ущелье и Мизмае может быть и восстановятся самшитовые рощи в долинах рек. Я думаю, виды красивой кавказской природы вам понравились. В этой экспедиции нас сопровождал мизмайский проводник по имени Олег. Мы ночевали у него в хостеле и он нас водил по всем этим местам. Дальше мы в фильмах покажем такое интересное место, как Орлиную полку и пещеру Исиченко, из которой вытекает река. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До встречи в следующих сериях.